Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Партнер программы новости – медицинский центр «Анапа-Океан». В эфире новости «Анапа-Регион». Я Ирина Меркурьева. Здравствуйте. Итак, смотрите сегодня в выпуске. Ведомственный контроль и взаимодействие всех служб. Детская безопасность стала одной из главных тем на заседании Совета безопасности под председательством исполняющего обязанности главы города Юрия Полякова. Лето нон-стоп и завершено. Молодежный центр 21 век вместе со своими воспитанниками подводили итоги и вспоминали, чем был интересен этот сезон. Зал бокса имени Николая Павлюковой и новый руководитель управления торговли «Анапы». Депутаты муниципального совета сегодня провели очередную сессию. Исполняющий обязанности главы «Анапы» Юрий Поляков вместе с директорами двух анапских школ сегодня в Краснодаре получил ключи от новых школьных автобусов от губернатора Кубани Вениамина Кондратьева. Церемония вручения новой техники предварила традиционное августовское совещание научно-педагогической и родительской общественности края. Два новых автобуса будут приписаны к 10-й школе хутора Чекон и 15-й в станице Гостогаевская. На их покупку выделили поровну по 2 миллиона рублей краевой и муниципальной бюджеты. Нам очень приятно, что сегодня, в сегодняшний день, губернатор для города-курорт «Анапа» дает два автобуса на условиях софинансирования. Еще с муниципального бюджета мы приобретаем еще три автобуса. Вот эти новые автобусы, которые губернатор дает, это для всех хорошее о подспоре и приятная новость к первому сентябрю. Сегодня на балансе «Анапского управления образования» 33 школьных автобуса. Все они соответствуют требованиям ГОСТ, оснащены системой ГЛОНАСС и оборудованы тахографами. Содержание автобусного парка обходится муниципалитету ежегодно свыше 11 миллионов рублей. До начала учебного года все они пройдут полную проверку ГИБДД. Почти 24 тысячи детей в новом учебном году примут в школу «Анапы». Процесс их обучения должен быть максимально безопасным, поставил задачу Юрий Поляков. Исполняющий обязанности главы города-курорта провел расширенное заседание антинаркотической комиссии и постоянно действующего совещания по обеспечению правопорядка и общественной безопасности. Участниками совбеза стали сотрудники администрации, полиция, руководители территориальных федеральных органов исполнительной власти, директора школы и представители частных охранных предприятий. 102 образовательных учреждения проверила межведомственная комиссия. Школы, детские сады, объекты спорта и культуры. 96% из них приняты без замечаний. Остальным дано время на устранение недостатков. Подготовка к новому учебному году – это комплекс вопросов. Безопасность, укрепление материально-технической базы, организация комфортного учебного процесса. Для сверхшкольников организовано питание согласно 12-дневному цикличному меню, которое утверждено в Роспотребнадзоре. Традиционно для детей из многодетных семей, которые состоят на учете в управлении социальной защиты, будет организовано льготное питание. Для этого из лес краевого бюджета будет направлено 3 млн 842 тысячи рублей. У нас охрану в школах кто осуществил? Значит, у нас в прошлом вечернем году, который закончился, казачьи ЧОБы охраняли 66 организаций, это детские сады и школы, а остальные – это казачьи дружины СИКУРС. В этом году мы увеличиваем казачьи ЧОБы на 6, это по согласованию с казаками. Это что получается? 66,6? 6,72. В день знаний возле каждой школы должно быть обеспечено дежурство сотрудников полиции и казачества, дает поручение Юрий Поляков. Полиция подтверждает, 1 сентября приоритет будет отдан образовательным учреждениям, а патрули усилены. Будут приближены маршруты патрульно-постовых нарядов, ППС-8, ППС-6 и 2, группы задержания АВОРОС в Афии. Ряд замечаний высказал руководитель территориального отдела Роспотребнадзора. В одном случае это отсутствие горячего водоснабжения, в другом – необходимый ремонт туалетных комнат. Муниципалитет исправляет все недоработки. Серьезный вопрос – организация питания в гимназии Эврика и 7-й школе, где возникают сложности из-за большого числа учащихся. Мне очень необходимо, чтобы дирекция данной школы приняла управленческие решения, мы обговаривали, по выделению дополнительных мест и дополнительного времени, в том числе во время учебных процессов, может быть, уроков первой и начальной класса, а для старших классов где-то в актовом зале или где организовать, но чтобы завтрак получал школьник именно на завтрак, а не в час дня. Участники Совета безопасности прошлись четко по всем этапам подготовки ко Дню знаний и к новому учебному году. Исполняющий обязанности главы Анапы подчеркнул – необходим принципиальный ведомственный контроль и четкое взаимодействие по обеспечению комплексной безопасности. Правила благоустройства территории, программа развития коммунальной инфраструктуры в общей сложности почти два десятка вопросов обсудили сегодня депутаты на очередной 29-й сессии Совета муниципального образования город-курорт Анапа. Одним из важных моментов на сессии стало решение вопроса о присвоении спортивному залу бокса, расположенного на улице Шевченко, имени мастера спорта Николая Павлюкова. Много лет на территории курорта проходят турниры, посвященные памяти спортсмена. А теперь принято решение назвать его именем новый зал бокса. Правой комитет рассмотрел данный вопрос, также присоединяются. Все, наверное, видели современный зал в символике, в российской символике, красиво все оформлено, сделано, мне кажется, что будут привлекать туда детей, дети там с удовольствием будут заниматься именно спортом. Ну, а имя Николая Павлюкова послужит тому, чтобы они занимались и ориентировались, он будет примером. И равнялись. Поэтому просим поддержать побольше таких спортивных объектов в нашем городе. Еще одним важным решением стало утверждение порядка согласования лиц, которые будут занимать должности, заместителя главы, руководителей отраслевых и территориальных органов, отныне назначать этих лиц будут депутаты совета путем открытого голосования. Прошу, кто против? Нет, кто выдержался? Нет, ты сам. Также на 29-й сессии произошли кадровые перестановки. Депутатам представили нового начальника управления торговлей и потребительского рынка администрации города. Им стал Эдуард Балмашев, опытный экономист, который до этого возглавлял должность заместителя, руководителя департамента потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя Краснодарского края. Благодаря своему опыту он несет новые коррективы в нашу торговлю. Тем более он сейчас уже, по-моему, ей занимается. Очень много с набережной точек убрано. Поэтому рекомендую такого профессионала, как Балмашев Эдуард Викторович. По всем 16 вопросам, рассмотренным на этой сессии, депутаты вынесли положительные решения. Реализация принятых проектов начнется уже с сегодняшнего дня. Переуплотнение пляжей на курортах Краснодарского края в пик сезона достигает 4-5 раз. В связи с этим в регионе решается вопрос увеличения пляжных территорий. Об этом рассказал министр курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Христофор Константиниди. Ведется работа по включению 32 пляжей общей протяженностью более 24 километров в разрабатываемую новую федеральную программу по развитию внутреннего и въездного туризма. Реализация программы начинается с 2019 года. По завершению строительства площадь пляжной территории Краснодарского края будет увеличена почти на 400 тысяч квадратных метров. Это позволит дополнительно и единовременно принять свыше 138 тысяч туристов. Завершили сезон мобильной досуговой площадки «Нон-стоп». Молодежный центр 21 века организовал детский праздник во дворе дома по улице Ленина 171. Спортивные соревнования, конкурсы, игры на логику, викторины. Скучать не пришлось никому. Перед новым учебным годом для некоторых конкурсов подобрали школьную тематику. Вспомнили и самые яркие моменты уходящего лета. Каким оно запомнилось, необходимо было отобразить в рисунке. Это первое задание для ребят. Буквально за 10 минут на асфальте появились красочные картины моря, солнца и детских игрушек. Нужно изобразить то, что больше всего запомнилось за лето. Мы часто ходили на море, и мне понравилось это больше всего. Конкурсы были самыми разнообразными. Придумали и интересную головоломку. Из фигур разной формы необходимо собрать кубик. Не каждый взрослый справится с этим заданием, но ребята быстро отыскали комбинации. После логических заданий спортивные состязания. Победителем в них стала 11-летняя Рита. Раньше девочка занималась художественной гимнастикой, поэтому без труда одержала победу. Мне нравится, что есть всякие конкурсы, призы. И весело, интересно играть, заводить новых друзей. В этом дворе есть своя летняя площадка. Молодые вожатые стараются каждый день придумать для ребят что-то новое. Организовывают спортивные игры и состязания. Вводят детей в библиотеку. По их словам, дети с удовольствием играют на свежем воздухе и общаются со сверстниками. Все на 5 баллов. Дети всегда очень счастливы, сколько бы раз мы не проводили этот праздник. Ждут. Мы не успеваем еще приехать на площадку. Здесь уже собирается толпа детишек. Ждут, что сегодня будет происходить, какие игры вы для нас привезли и так далее. То есть встречаются с радостью. И родители, и дети всегда нас ждут. Поэтому это всегда приятно. Победителям конкурсов, а также участникам вручили сладкие призы. За лето было организовано 10 площадок нон-стоп. Они стали традиционными и проводятся каждый год во время летних каникул. В будущем специалисты центра планируют увеличить количество площадок и разнообразить детскую программу. В ритме современного кино. Скоро Анапа встретит открытый российский фестиваль «Киношок». Программа мероприятий насыщенная и обещает много встреч и интересных кинопоказов. Стартует кинофорум 3 сентября. В 19.30 на театральной площади состоится встреча участников. А в 20 часов на летней эстраде пройдет торжественная церемония открытия. С 3 по 9 сентября ежедневно все желающие смогут посетить открытые кинопоказы премьерных фильмов на театральной площади. В киноцентре «Мир кино» можно будет увидеть кинопоказы конкурсных и вне конкурсных программ. А в киноцентре «Монитор» посмотреть фильмы фестиваля детского кино «Киномалышок». И, конечно же, в программе фестиваля множество интересных встреч с деятелями киноискусства, среди которых традиционные гостагаевские встречи, экскурсии участников на крестьянское подворье Каракезиди и многие другие. Церемония закрытия кинофорума состоится 9 сентября в 20 часов на летней эстраде. Программу мероприятий вы можете найти на нашем сайте anaparegion.ru Ассоциация строителей Кубани провела плановое совещание, обсуждали общие проекты и развитие организации. Слияние нескольких компаний произошло два месяца назад. Теперь туда входит почти 30 фирм, занимающихся ремонтом и строительством. После слияния заказы равномерно распределяются по компаниям. Каждый может выбрать для себя задания по профилю и уровню сложности. Постоянный обмен опытом между мастерами разных компаний гарантирует профессиональный рост. В ОСК входят только проверенные фирмы. Их деятельность абсолютно прозрачна. Самые главные плюсы – это то, что мы можем кристально, честно и чисто вести каждый объект. За счет чего? За счет нашего общего контролирующего органа. Такой орган у нас действительно существует. За счет, помимо этого, прорабской деятельности – это тоже у нас есть. За счет того, что после вот именно нашего слияния, как-то так получилось, что отсеялись вообще люди, ну, скажем так, не очень чистоплотные. Почему это происходило? Очень часто люди приходят на работу. В душу, в сердце, в мозг им не заглянешь. Как правило, портфолио могут выложить только на телефоне, на планшете. Либо показать чей-то объект. Либо показать объект, на котором они имели как бы минимальное участие, но выдают его за свой. И вот как раз после нашего слияния эти все люди стали выявляться. Минусов объединения пока никто не увидел. Теперь у анапчан есть возможность получить качественный ремонт по разумной цене. Сейчас ассоциация привлекает как можно больше строительных фирм. В планах заняться инфраструктурой и благотворительностью, помогать детским садам, домам-малютке и другим социально значимым объектам. Далее информация о погоде на завтрашний день. Партнер прогноза погоды – фирменная сеть магазинов «Тавровские мясные лавки». В «Тавровских мясных лавках» «Докторская Тавровская» – 189 рублей. «Сервилат Российский» – 319 рублей. «Сосиски Крымские» – 195 рублей. «Тавровские мясные лавки» в Анапе. «Парковая» – 93А. «Крымская» – 98. «Амелькова» – 28. «И Астраханская» – 75А. По прогнозам синоптиков, 25 августа в Анапе ожидается ясная погода без осадков. Температура воздуха днем до плюс 29 градусов. Ночью прохладнее – 16 выше ноля. Ветер северный от 5 до 7 метров в секунду. Атмосферное давление – 762 миллиметра ртутного столба. Температура морской воды – плюс 27 градусов. И в завершении выпуска информации о наших партнерах. Производственное предприятие «Меркурий-2» успешно ведет строительство многоквартирного комплекса «Кавказ». Строительная компания приглашает приобрести надежную недвижимость по разумным ценам. Деловой партнер программы новости «Медицинский центр Анапокеан» предлагает качественную комплексную медицинскую помощь, начинает первичные консультации, диагностики, амбулаторно-поликлинического и стационарного лечения, включая реабилитацию. Доверяйте свое здоровье профессионалам. Все выпуски новостей вы всегда можете найти на нашем сайте anaparegion.ru. Я с вами прощаюсь. До встречи. Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море. Рассрочка оплаты. Первая очередь уже сдана в эксплуатацию. Звоните 48 300. Медицинская программа для вашего ребенка. Ежемесячный профилактический осмотр. Неограниченное посещение врача-педиатра в случае болезни. Скидки на дополнительные услуги центра до 20%. От 3,5 тысяч рублей в год. Анапа Океан. Ваше здоровье в надежных руках. Подробности по телефону 42419. Продолжение следует.